Всех приветствую! Сегодня я опять решил на прогулку выехать в Вернигороды. Замок Вернигороды. Посмотрим, где снимали фильм тот самый Минхаузен. Я думаю, кто постарше хорошо помнит этот фильм. Посмотрим пушку, с которой Минхаузен стреляли на Луну. Помните, да, такой сюжет там был? К сожалению, мы не увидим тех помещений, где проходил суд. Они там глубоко под землей, там все закрыто, доступа нет. Я уже там был, делал это видео. К сожалению, есть одна печалька. Я ехал и уже видел. Замок видно по дороге. Он весь лесами отделанный. Отделанный, обделанный. В общем-то, это не важно. Леса стоят. И красоту вот эту вот наружную я не смогу показать. В этот раз не смогу. Но попробую внутри что-нибудь интересненькое найти. Как я уже говорил, я частенько стараюсь вернуться на одно место. Как минимум еще раз. Потому что за один раз многого можно не увидеть. В общем, сейчас вот покажу пейзаж. Сегодня погода прекрасная. Я выходил 10 градусов. Было сейчас 13. Я в одной футболке. Ну, так свежо, скажем. Не холодно совершенно. Я заметил, что, допустим, летом я выходил. Было 11 градусов. Мне было просто свежо. Если я зимой выйду при 11 градусах, я замерзну. Ну, сейчас я покажу красоту. Вот, посмотрите, как сейчас красиво. Сегодня 20 сентября. Просто прекрасная. Прекрасный вид. Прекрасный. Сейчас я чуть-чуть еще удалю и посмотрим. Вот так. И все. Пошел я наверх к замку. Вот такие паровозики тут бегают. Есть электрические, есть с моторами. Сейчас я, наверное... Время уже пол 11. Поэтому пойду сразу в замок. Даже, наверное, вот так я и сделаю. Покажу весь маршрут. Может быть, кому-то интересно. На окнах. Акцент я не буду делать. Сейчас сразу вовнутрь. Пока людей мало. Поэтому меньше будет, так скажем, помех. А потом уже похожу снаружи. Посмотрим снаружи, что тут можно увидеть. Интересно. Вот тут сам замок уже виднеется. И справа у меня ступеньки. Ну, тут пойду я вот так по такой булыжной тропинке. Ничего страшного. Как паровозик. Чук-чук-чук. Все время в гору. Вот тут вход. Вот эта башня. Такая интересная. Но входа в нее, по-моему, нету. К сожалению. Сам замок. И с той стороны, к сожалению, он весь в лесах. Жалко. Печально. Ну, что поделаешь. Хотя в тот раз я был. Леса с этой стороны были. То есть во дворе. Сейчас я туда зайду, но отсюда не видно. Вроде бы нету в этом году с этой стороны лесов. В башне, думаю, интересно. Ну, по-моему, туда нету входа. Это я уже тоже все показывал. Тут странно так все построено. Немножко в общем там очень глубоко окна вот там прям смотрите. Где они, на какой глубине. Ну, если по сегодняшним этажам. Ну, где-то около двух этажей примерно. И так все тут выглядит. И тут уже стена и вход. Тут кто-то когда-то царапался. В него копья летели. Камни. Смола. И в общем-то все сподряд. Идем на вход. Тут ворота полудеревянные, полужелезные, деревянные с железными штырями. И тут где-то я видел двери направо-налево, но тоже к сожалению закрытые. Вот одна дверь направо. Довольно глубокая. Стена толщенная. Где-то примерно полтора метра. И тут вот эта дверь скорее всего в башню как раз и ведет. Вот там свет горит. В этот раз чуть-чуть можем заглянуть. Там ступеньки кирпичные. По бокам каменная лата, покладка. Ну понятно, кирпичи уже свежие скорее всего. И тут такой своего рода туннель. Сводчатый потолок такой. И он так немножко ступеньками сделан. Потому что на подъем идет поэтому и потолок ступеньками. Сейчас я с другой стороны покажу. Ступеньки хорошо будет видно. Тут что-то опять какое-то укрепление прибабахали. Что-то делали или непонятно. Непонятно. Ну так не будет видно ступенек. Сейчас я приближу. Когда на приближение камера лучше видит эти ступеньки. вот такие ступеньки там на потолке. И тут мы выходим уже наверх. еще не самый верх но уже почти верх. Тут я немножко поснимаю потому что не хочу очередной раз спускаться. скорее всего обратный маршрут немножко другой будет. вокруг я еще по-любому еще похожу посмотрю внимательно. Сегодня к сожалению я один мой глазастый друг сегодня во вторую смену поэтому но нет к сожалению леса тут тоже присутствуют и с этой стороны но не полностью чуть-чуть вот вот они чуть-чуть здесь есть и уходят туда по кругу направо с той стороны где как раз самая красота все там в лесах в этом году ну еще несколько ступенек преодолеваем заходим уже практически во двор иду я сразу брать билет и пошел вовнутрь потому что к обеду тут и после обеда людей будет больше а потом уже как раз выйду и тут вокруг похожу посмотрю что еще интересного пейзажи и так далее все снимем все что можно ну тут конечно сейчас кадр один сделаю скажем сону сону как раз и солнце будет с этой стороны наверное картинка будет гораздо лучше поэтому пойду я вовнутрь не буду делать кадров потом сделаю потом в прошлый раз я тут снимал видео без проблем было заходил вовнутрь сейчас спросил говорят уже нельзя потом вот эти фотографии все с нашим мюнхгаузеном все тут поснимали убрали все напоминание им не надо такое вот интересный конечно потолок там красивые кадры ну у меня старые кадры сохранились а потом добавлю сюда же хорошо я не удалил их и пойдем на вход вот это вот им говорю это же ваша реклама а не это нет еще упираются странные люди ну залезает что такое не попал что ли ну куда е-по-ресты не понял е-по-ресты так а со скольки вход сейчас я посмотрю я всегда говорю только правду правду вот подтверждение моим словам вот здесь вы видите знакомые лица здесь даже рок-концерты проводили не люблю я рок ну да ладно фото фотографию снял а дальше забыл от радости что Минхгаузена увидел вот такие потолки здесь арочные так что-то надо удалить по-моему вот так очень прикольно конечно сколько кирпича здесь камень кирпич здесь касса и как бы магазинчик и куда-то дверь наверное для сотрудников очень довольно круглые потолочки ладно надо билетик тут еще прикупить пол кстати тоже кирпичный и вот такое окно глубокое сколько здесь переделано конечно даже представления не имею ладно пойдем билетик брать ну вот сработало тут штрих-код надо правильно поставить я его вверх а его вниз надо оказывается ну вот вот такие финдифлюшечки о какой-то дедок интересный сразу на входе стоит фотографировать нельзя но я блин не фотографирую потолок очень прикольно сделанный такие колонны ну понятно что стены заштукатурили уже это не оригинально все обновили не очень так скажем мне вот это нравится что заштукатурено вроде как бы неплохо смотрится но понятно что это не то что было когда-то так как бы мне тут мимо ступеньки не наступить много проходов повсюду так а тут сюда закрыто тут для каких-то маленьких людей что ли было совсем как-то тут низко странно странно по-моему это уже новодел вот это вот верхняя часть вот этот вот потолочек явный новодел наверное для красоты сделаем но вот это винтовая лестница каменная конечно очень прикольно смотрится такие колонны и закручивается она но для обороны не канает не в ту сторону явно эта лестница не для обороны сделана если я сверху буду не будет мешать вот это вот все отсюда как раз будет удобненько да тут что такое опять веревку натянули кругом на дне веревки идите направо наверх не ходите но так как всегда хочешь много что-то интересно красиво показать не дают столько рогов там море тут окно никуда непонятно куда в прошлый раз автоматическая дверь не сработала у нас вдруг в этот раз сработала вот такие потолки красивые очень прикольно ой я сейчас перевернусь и упаду вот это я заснял вот так такие вот узорчики на креплениях вот этих вот сводов ну тут узорчики одинаковые вроде да одинаковые в некоторых местах все по-разному сделано ну все сработало выходим ого дворик ну вот леса я отсюда тоже уже вижу вот и так вьюном все красиво заросло вьюн к сожалению не тот этот вьюн на зиму засыхает а есть вьюн который круглый год зеленый тот конечно намного красивее так сейчас попробую какие-то кадры сделать более-менее красивые давайте вот начнем вот с этих вот грифонов и прочих фигурок разные фигурки интересные вот такие вот они по материалу непонятно что-то явное литье какое-то но видно он местами аж блестит на сколах вижу вроде выглядит как песчаник интересно скорее всего литье какое-то в виде песчаника какой красивый зубки чешуя хвостик цепочка ну все дела сейчас посмотрим с другой стороны ну тут еще парочка кто это что за дракончик на цепи приковали его второй за ногу прикованный что-то в виде кабана но кабан странной какой-то чешуей или на нем какой-то панцирь одетый наверное какой-то боевой кабан а тут слив в виде дракончика вот такой красавчик небольшой фонтанчик головы льва по центру я не знаю кто это у нас интересный ну-ка приблизим вот такой вот красавчик тут вот еще пару сливов один форме так я даже не пойму кто это рыба какая-то не рыба кто такой это в форме птицы и тут ворота на другую сторону ну понятно тут вот налево раньше закрыта было сейчас там велосипеды и там что-то замурованное арочные какие-то ворота замурованные да вон налево вижу я отсюда хорошо сейчас приближу чтобы видно было ой много вот так видно вот видите замурованно там ну тут направо там много дверей еще но нам туда ходу нету к сожалению много чего мы не увидим ух ты какие фигурки их тут раз даже не видел колокольчик висит такой сантиметров примерно на 25-30 и там там на окне парочку таких красивых фигурок вот вот туда нам тоже хода нету скорее всего возможно где-то вот этот где суд там у митхаузена был наверное где-то там проводился а может еще где-то глубже не узнаем мы этого явно мы туда не попадем вот так примерно двор выглядит дерево отсюда мешает немножко ничего правую сторону покажем а там дальше башня там опять же наверх нету выхода к сожалению башня красивая балконы очень низкий балкон как бы странно немножко смотрится сверху какой-то герб герб попробую приблизить как вид стенка я стою в тени посмотрите сколько вот этих вот шариков со стриями видите как их много для для чего этот замок изначально предназначался вряд ли мы узнаем но с того что я видел уже по замкам там все комнаты замкнуты в круг но в общем для проживания они как-то вообще никак я бы так сказал очень все странно выглядит поэтому да там рыцари типа такие дерево как вырезано прикольно сейчас я приближу очень много фигурок снизу и сверху где верхний а вот они головы и прикольные вот в ту дверь я вошел как много этих шариков с наконечниками острыми очень много когда я свое доделаю ну тут дверь закрытая окна глубоко ладно пойдем на вход посмотрим что тут а тут вот тут еще справа сейчас пройдусь и пойду на вход тут тоже закрыто а нет тут туалет надо мне в туалет не надо не знаю вроде нет все поставили потолок явно обновили но красиво сделали конечно ничего не могу сказать так вроде как с трещинами потом их замазали хотя тут уже новые трещины смотрю появились делали эти трещины умышленные или они появились походу так ладно в туалет мне вроде не надо они нет но они они нашел ее дверь и тут винтовая лестница ну тут правильный винт сделаны для обороны окна переделаны были вот такие теперь они выглядят вот там снаружи другому на наверху пройдусь я знаю что тут закрыта дома закрыта тут еще и леса поставили вот это горка к сожалению в тот раз не мог рассмотреть она явно металлическая очень интересно сделано близко мы ее рассмотреть но увы кованная вот это вот перила ограждение тоже прикольно коридор красиво где-то трещины что-то отошло дверь потрогать по моему кстати на двери номер 66 ну вы видели на входе что фотографии с советскими актерами убрали с фильма тот самый минхаузен я конечно же добавил старые кадры нашел их и добавил специально чтобы все могли это видеть как напоминание что в этом замке снимался этот фильм потом мысли это народное достояние мое мнение вообще что видео там разрешено снимать то что там один кассир говорит можно другой кассир говорит нельзя кем они вообще себя возомнили ну в общем сейчас я ненадолго оставлю вас в тишине посмотрите сами обращайте внимание на отделку тут я не могу сказать что это обделка на отделку посмотрите обращайте внимание на камины и так далее приятного просмотра а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Двие очень там только vemos! На кавер emo discretion! Что там очень красиво! Чебо! классная цепь мне очень нравится такими штырями кованное ограждение ну тут вроде все прошелся я иду вокруг ходить на около одна часть закрытая там тоже не все получилось но что смог так скажем а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, пушку показать? Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот пушка, с которой Мюнхгаузена стреляли на Луну Но она усохла за годы, походу, стала такая маленькая Конечно, сейчас в Мюнхгаузе не влезет Ну, как бы сделано вроде, как будто даже с нее и стрелять можно Да, это вот Ну, эта подставка сразу, это понятно, что какая-то туфта полная Не соответствует вот этому качеству и этому качеству Тут, похоже, закрывалась Ну, была ли эта пушка Так, что это у нас? То ли латунь, то ли медь Вот здесь похоже больше на латунь вроде Хотя вроде красноватым отдает немного Сложно сказать, надо почистить Вроде на латунь похоже О, латунь, говорю, бронзовая О, там туда камень Зафигарили, даже не заглянешь Ладно, в другую сейчас заглянем Умное лицо, это еще не признак ума, господа Все глупости на земле Делается именно с этим Ну, это немножко по круг показать, что тут и как Хотя, конечно, при таком удалении плохо будет видно Вид, конечно, тут очень прикольный Довольно так красиво Смотришь на этот маленький городок Ну, кстати, в этом маленьком городке Вот там системы по сбору Очень много Я там так показывал Никто не отреагировал Конечно, когда эту тему не затрагиваешь И просто показываешь Обычно люди не реагируют Как бы смотрят просто архитектуру И так далее Война! Ну, в этой пушке тоже Ветку какую-то отпилили, вставили Наверное, чтобы туда ничего не кидали, не толкали Ну, скажу вам Вот это вот Все до такой степени Вот, представляете, вот До какой степени это тонко сделано Вот это вот Вот там как ребрышки прям Вот здесь как ребрышки Чем это делали? Ну, ладно Выстукали чем-то Как бы на бронзе Это возможно Но это Для того, чтобы стрелять Ну, извините меня Что-то странное Вот тут, смотрите Какие маленькие-маленькие Сейчас попробую показать Маленькие-маленькие точечки Прям вот миниатюрные Вот тут, смотрите Вот вроде что-то дерево, да? Вот это все вот Нифига себе, сколько тут работы Это же, если это все выдалбливать Это я даже не представляю Сколько тут надо сидеть А вот это вот Что тут написано Я не пойму, к сожалению Первую букву точно не пойму И вторую не пойму Еще за 4-3 А тут то ли буквы, то ли цифры Вообще непонятно Тут, вот видите, тоже так все Выдалблено А вот Тут Андреас Сверху написано А снизу что? Гос Если отсюда читать Гос Мих Или что? Мих вроде Или Гос А при чем здесь Гос Или Год? Год Мих Непонятно Так Что? Кеф Кеф Что-то 3ф что-ли? А, нет Это 2ф Кепль Кепль Кепльгос Ага Это Кепльгос Наверное имя Фамилия Понял А наверно Мих Андреас Ну Работа-то Посмотрите Какая Обалдеть Это чем тут Так Выдалбливали Причем Недолго Там Здесь тоже Обломали Шишечку А тут Тоже Такая Ну В общем Пушка И вот Это Лежа Для нее Ну Как-то Совсем Не соответствует Вот так Немножко В приближенном В виде Вот там Мы ходили С другом В церкви Вот те Показывал Одна была Правда Вот это Вот Ближняя На ремонте Была Сейчас Не знаю На ремонте Она или нет Не могу Сказать Это Надо Туда Ити Сегодня Я туда Не пойду Может Другой Раз Вот Прям На меня Смотрит Такая Очень Мощная Трещина Могли бы В башню Вход Сделать Нету К сожалению Входа Копьёвка Копьёвка Входим Дальше Бросить Вот еще Один Выступающий Что-то Вроде Балкона Лоджи Маленькая Маленькая Явно Ее Освежили Тут А может Вообще Даже Наводел Тут Под наклоном Вроде Как Укрепляли Когда-то Что-ли Стены Такое Впечатление Вроде Для укрепления Были Сделаны Тут Конечно Прикольно В одно Из окон Я там Показывал Вид Немножко Туда Заходил Очень Прикольно Сделано Ну А этот Балкон Вообще Шедевр Каменный Сколько Там Всего Навоели Интересного Жаль Близи Нельзя Это Снять Ну А это Чуть Поближе Покажу Как Тут Все Неплохо Сделано Особенно Вот Нижняя Часть Посмотрите Сколько Тут Круглых Камней Интересно Насколько Точная Окружность Ну Похоже Так На глаз Конечно Вроде Очень Точно Выглядел Может Даже Какой-то Шаблон Прикладывали Когда Точили Это Дело Вопрос Когда Точная 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 башенка похоже на водильная или большая часть на водильная какие-то камни вижу вот это вот старинных встреча уже на свежих но как бы делают немного похоже но совсем не то чем это отличается очень сильно тут даже не надо быть не специалистом не просто на глаз видно это все где-то что-то замурованное да представляете сейчас я покажу кстати прошлый раз и не мог не показал это вот вот в этой арке или вот и что-то там по моему в той замурована да и представьте глубина какая на какой глубине там есть вот эти вот подземелья все вот высота где замок стоит эта глубина тут метров я не знаю сколько то есть там еще вот где кафе это тоже ниже немного а там еще ниже и метров ну три скажем не знаю 8 10 метров наверно разница сейчас я еще раз покажу там если конечно если не имеет самое там уже все не выровняли не зашпаклевали так что возможно увидеть будет ну как бы вот тут даже вот я уже вижу окно под кафе да это я уже кафе ниже я еще ниже там еще ниже ну и вот а ну тут как бы сделано вроде водосток а нифига себе водосток он прям идет кем и фонарик сейчас я фонарик включу и загляну туда он идет туда откуда-то замка так ну вам не видно будет но нам целый туннель уходит твою к сожалению вы этого не увидите я с фонариком увидел ну да ладно ничего в общем такое где-то если мне согнуться так бог возил то я могу у него пройти даже с моим ростом не очень маленький туннель такой нам где-то нептон сидит по моему у нас я помню внизу он там сидел то есть тут идет вот так стеллажами раз раз как террасами да я опускаю с террасами я очень серьезно опустился ну тут где-то не знаю с десяток метров но тут как вы вроде что-то на дверь похоже возможно тут и была дверь когда там вот хорошо видно что там замуровано что-то сейчас я приближе по максимуму чтобы видно было что там заложено камнями еще раз не знаю видно не видно навряд ли ну в общем там камни вот дверь и сразу вот так за заложено все наглохо там какой-то вход явно куда-то был и вот тут сейчас стоят к сожалению вот эти щиты тут просматриваются вот за щитами сразу вот сверху над щитами можете правый угол щитов вот этих дсп выглядывает чуть-чуть кусочек но там уже что-то кирпичей наложили в моему нам что-то замуровали то поэтому представляете какая тут глубина под земель и тут уже где-то метров около десяти до там возможно может быть еще и глубже есть кто его знает тоже нас туда пустит зачастую даже сами сотрудники они ничего не знают их тоже не везде пускают то есть есть какой-то там типа у них начальник ответственный но тут конечно прикольно вообще так сделано красиво виноград или не виноград человек такое не пойму вроде на виноград не похоже какие-то ягоды съедобные несъедобные что-то я таких ягод даже не знаю но не отравлюсь от одной очень сладкие но странный вкус у них так тут фонтан ну как бы тут по сбору я вроде ничего не вижу такого очень прикольно здесь прикольно кстати вот вы видите с той стороны уже сколько там одна там не шел одна была две три вот это четвертое похоже на дверь возможно тут туда в замок все они были ну возможно может быть просто это сделали за для красоты так тут вы выключили нептуна отдыхает сидит в тишине нифига себе какие ноги у него здоровые слишком большие мысли он пальцы вообще ноги там нижняя часть вот ступни чересчур как-то по пропорциям не соответствуют очень здоровые вот там верхняя точка горы девушка стоит не знаю видно и не видно на видео 1190 и что-то такое где-то примерно так точно не помню врать не буду что-то в этом районе было что тут мы еще интересного найдем я не знаю но может быть даже когда-нибудь и туда съездим посмотрим сейчас я нашел пару замков недалеко если все будет нормально субботу съезжу туда один хотя бы как минимум за день два замка думаю нереально посмотрим ну где-то местами современники тоже заморачивались вот посмотрите как сделано вот эта опора явно вижу по камням что это наводил тем не менее тоже неплохо сделано ступеньки могу сказать странные какие-то такое непонятное чувство вроде скорее всего наводили они на тут двор вокруг замка я тоже показывал принципе все много мы увидим арок заложенных потом двери и по моему даже двери были там будут еще с этой стороны одна башня бы не закрытая лесами тоже можно показать такая вот башенька таким же шаром и там флюгель пределами когда флюгель сначала делался или под позже вопрос ну тут балочные кирпичные здания как бы ой там мушкеты сейчас я их покажу ну вот одна из арок огромная для чего она тут для укрепления стены ну как-то это подозрительно это подозрительно не знаю что такое лен буквы такие напишут и даже прочитать не могу да наверно красивые считаются буквами тут мошки теки новодельные нет не знаю не знаю не знаю не знаю Продолжение следует... Сколько оленей загубили на эту люстру Ну и пойдем подальше по дворику Прогуляемся, посмотрим О, представьте, на эту стену карабкаться кому-то В доспехах Хотя вот тут дверь Была она изначально или позже, приделали Ну, как бы ярко Понятно, что заделано Оттуда камни летят, стрелы Как в кино Ну, блин Это, конечно, прикольно А вот тут Наконечник интересный Он не такой, как везде Ой, промазал Балкончик из башни Ну, много чего там Просто огромное количество помещений Там Я, наверное, ну, может от силы Треть прошел А отснял вообще, наверное Не знаю, может быть, десятую часть Пятнадцатую В общем, фигня со всеми Я отснял Потому что там Охранница бегала Как будто я знала Ну, она меня увидела сразу Что я там снимал Она меня немножко покричала И потом, видать, поняла Что я хочу снимать И бегала То туда, обратно А туда, обратно Мне приходилось То включать, то выключать В общем, мало совсем Ну, куда, что Тут, конечно, все переделано Понятно Ну, подвальные якобы Ну, вот с этой С этой стороны Очень красиво было Ну, я сейчас снять не могу Это дело Так, а тут где-то был автомат Выбивал там копейки Еще что-то Монетки какие-то Убрали, что ли? Похоже, что убрали Да, это дело Оно тут Замурованного Много Так, тут мы никуда не попадаем Тут просто парковочка Парковочка сделана Тут что-то вроде арки Какой-то остаток А где же я тут видел Что-то было Большое замурованное Я не помню Сеткой закрыли Чтоб туда не заглядывали Нет Не тут, не помню Вот уже Укрепление отходит В общем, укрепляют Укрепляют А оно все Потихоньку пытается Отойти И развалиться В общем А те, кто изначально Строили это У них, видать, все четко было А вот же дверь Замурованная Представляете, какая тут глубина Тут уже не 10 метров Тут уже будет поболее Намного выше Сейчас покажу Сейчас покажу Какое Глубине от замка Примерно Понятно было Вот такая глубина Тут Ну, в общем-то, все Вот еще одна башня Старая осталась Тоже Уже Сеткой Обтянута Тросами Она и стоит С этой стороны Закрыта Я в аварийном состоянии Трещина на всю башню Ездим обратно На выход Тут парковка Ну, тут еще По дворику Чуть Пройдусь Может быть Что-то вспомнил Увижу Ну, как бы А, вот же дверь Еще одна Куда-то идет В башню Был вход Именно там А тут Куда дверь Неизвестно Непонятно Глубина Тут же Не знаю Сколько В метрах 15 метров Ну, тут все А тут есть Старые камни Откуда-то, видать Поотваливались Или как Есть новые Ну, вот старые Например Кстати, когда я там Скаменчиком стену делал Мы тоже использовали Старые Новые Где-то Ну Куда-нибудь Прилепят Явно Такие Черные Они Как будто Выглядит Как сажа Но это Не сажа Это Как говорят Там Загар Интересный Загар, конечно Когда получается С северной стороны Интересная Чернота Такая Много Старых Камней Тут Сейчас В данный Момент Когда Было Мало Тут Сейчас Очень Много Старых Вот Откуда Они Их Выдергивали Заменяли Или как Смотрите Старый Камень Как Обработанный Сейчас Я приближу Посмотрите Обработка Обработка С этой Стороны Как будто Чем-то Трежон Подолбили Там Вот Этими Полосками Как я Говорил Нас У нас Скошенных Скошенных А вот Это Посередке Чем Ну Скорее Сего Много Тут Литья Было Так Тут Вроде Все Пошел Пойду Я Дальше Там Где-то Я Видел В гору Тропинку Пройдусь Посмотрю Вокруг Еще Может Что-нибудь Интересное Увижу Время Еще Ерунда Так Скажем Всего-то Я Два Часа Хожу Ну Вот Собачка Тоже Туда Заглядывает Там Такой Довольно Тоже Я Заглядывал Туда Приличный Такой Туннельчик А окошечко Сделали Очень Маленькое Туннель Там Такой Ну Я В полный Рост Не пойду Конечно Ну Кто Поменьше Может Пройтись Куда Он Идет Там Не знаю Ну Как Вроде Не Водосток Непонятно Что За Туннель Куда Туда Я С фонариком Тоже Светил Раньше Смотрел Так И не понял Куда Он Ну И все Вот Выход И я Пошел Обратно А потом Там Видел А нет Сейчас Еще Налево Схожу Вдоль Стены Посмотрю А потом Обратно Смотрю Тропинки Замурованные Окна И тут Посмотрите Вот Песчаник Это Такое Впечатление Что Он Более Поздний Вот Эти Вот Пашеньки По углам Они Такие Осыпались Очень Сильно Просто Сильно Осыпались Зачем Окна Замуровали Совсем Непонятно Тут Похоже Пустое Помещение В данный Момент Алло Да Пустое Помещение А тут Тоже Дверь Замурованная И вот Это Вот Высота Я сверху Снимал Стены Явно Тут Обновили Очень сильно Очень Высокая Стена В этажах Я не знаю Ну Вот Примерно Вот Та стена Например Выглядит Примерно Как Шестиэтажный Дом Примерно Так Где-то Будет Так Туда Я не Иду Иду Обратно Искать Тропинку Которую Я видел Где-то В гору Уходила Я даже Не обратил Внимание Сейчас Только Заметил Все В куртках Ходят Один Я В футболке О Какой Я Горячий Сегодня Обалдеть Тут Какой-то Остаток Ну Как-то Низко Вам Не кажется Закругление Пошло Получается Оно Было Совсем Не Где-то По Макушке Значит Тут Все Было Гораздо Ниже И Это Скорее Верхний Навес Был Остаток Ворот Тут Я тоже Ходил В принципе Могу даже Не ходить Тут Скорее Можно Старые Кадры Посмотреть И Оттуда Добавить Если Что Кто-то Живет Дворик Такой Сделал Очень Классный Прикольный Да Вот у Него Тут Этажи В общем Получается Совсем Под Землей Получается У Него Тут Полтора Этажа Если Отсюда Смотреть Слева Под Землей Полтора Этажи А там Еще По идее Можно Один Этаж Делать Ладно Туда Я не Пойду Там Я уже Был Ничего Так Почтовый Ящик Очень Прикольный Забрался Еще На Одну Гору Рядом Возле Замка Интересное Сооружение Ну Я Явно Под Землей С Каких Времен Наверное Все Времена Использовали Я так Понимаю Ну Вроде Как Бы Вода Там Хранится Может Быть И Вода По Крайней Мере Данное Время Точно Скорее Сего Вода Вот Я Поднялся Ну Чуть Чуть Ниже Если Б Я Стоял На Башне На Башне К сожалению Выход Почему Не Сделают С Башней Было Еще Получается Я Б Выше Стоял Чуть Чуть Но Тем Не Менее Вид Конечно Очень Прикольный Красиво Я Напрямую Пошел Не Пошел По Этим Зигзагам Решил Срезать Но Это Оказалось Очень Тяжело Кое Как Дотянул Ну Вот И Закончилась Моя Прогулка Сегодняшняя Иду Я Уже Обратно Увидел Интересное Кирпичное Здание Вот Вот Это Ворота Ничего Седут Я Не Знаю Метров Ой Сколько Даже Не Знаю Метров Шесть Наверное Прикольно Ну Это Кирпичных Времен Похоже Но Кладка Конечно Обалденная Очень Круто Очень Круто Да Метра Шесть Наверное Точно Ворота Если Не Больше Большой Двор И Там Напротив Такие Же Ворота Слева Это Букси Гаражи Видать Вот Тут Выложено Просто Отлично Ну Вот Все На сегодня Прогулялся Отлично Так Приехала Сюда В Одиннадцатом Часу Уже Второй Час Три Часа Нормально Ну Плюс Дорога Минут Двадцать Пять Максимум Тридцать В зависимости Как на Дороге Как Светофоры И так Далее В прошлый Раз Я в другом Месте Парковался А в этот Раз Чудо Меня Вывел Прям На Парковку Вот Еще Интересный Домик Кирпичный Правда Побеленый Кошечки Там Выглядывают Низу А в этот Раз Он Мне хотел Тут Повернуть Я смотрю Спереди Парковка Нормально Ну и Сюда Зарулил Пошел Вот Как Это Здание С Этой Стороны Выглядит Ну Оно Просто Огромное Интересно Каких Времен Оно Датируется Наверное Опять Конец 19 Века Как Это Обычно Или Начало 20 Но Это Наверное Больше Похоже Начало 20 Конец 19 Там Немножко Покрасивее Делали Все Но Это Похоже Какое-то Большое Предприятие Было Сейчас Что Не знаю Все На сегодня Поехали Мы До Дому Хватит На сегодня Кататься Не Возражаете С дороги Чуть Чуть А В каком Смысле Согреться Душой Шатки На подъем Устали Но Это Еще Не Все Не Все Друзья Если У вас Хватило Терпения Досмотреть До Этого Времени Ролик Пожалуйста Напишите Комментарий Поставьте Лайк Все Я Старался Четыре Часа Поездка Пару Часов Монтаж Ну Небольшие Финансовые Растраты Не Поленитесь Пожалуйста Ну Если Есть Возможность Поделитесь С друзьями Знакомыми Всем Спасибо Пока Хотелось Его Развеселить Мне Сказали Умный Человек Ну Мало Ли Что Про Человек Болтают Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok